Приветствую вас. Мне кажется, что речь идёт в первую очередь о эмоциональном интеллекте. Мне так видится, мне так кажется. Речь идёт о эмоциональном интеллекте, потому что явно вы не в ладах в своих чувствах, явно вы не в ладах в тем, что вам вообще хочется, что вы вообще желаете, что вам вообще, говоря, нужно, в чём вы, например, нуждаетесь. Вот этого всего у вас как-то нет. Нет чётких приоритетов, возможно. То есть такого чёткого понимания, что важно для меня, а что нет. Чего я хочу, например, опять же, чего нет. То есть это вот все такие вещи, на которые, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Вот. То есть мне представляется это примерно так. То есть вы говорите о счастье, да, но как бы вот что вы понимаете, да, вот счастье. То есть у вас это происходит как будто, знаете, вот, ну, как будто само собой это происходит. То есть у вас счастье происходит такое впечатление, что от вас совершенно не зависит. Сейчас. Вот. Так что мне кажется, что это тоже нужно исследовать. Вполне вероятно, что проблема была раньше и ещё. То есть вполне вероятно, что, ну, что подобные проблемы вы испытывали ещё раньше. То есть у вас, вот, лето и как-то у вас есть привязка, короче, сильно к лету. Вот. То есть вы ориентированы во вне, слабо ориентированы на себя. Опять вот. Вот. Поэтому здесь желательно, конечно, поисследовать эти моменты все. Вот. Потому что непонятно. Пока что. Пока-то будет больше непонятно. Ага. Обратите внимание на то, что вы не выдаёте вопроса. То есть у вас, как бы, ну, в этом смысле у вас отсутствует вопрос вообще. Вот. То есть что вы хотите от психолога? Что вы хотите от психолога? Что вам нужно от психолога? Непонятно. Непонятно. Понимаю, понимаю. То есть какую помощь вы хотите получить? В чём, в чём вы хотите разобраться? Сами. Вот. Не ясно. Не ясно. Нет, нет. Понимаете? То, что вы живёте простыми моментами, ну, это опять же, что, скорее всего, потому что вас в некоторой степени пугает будущее. Вот. Вы чувствуете, там, например, неопределённость какую-то. Вот. И из-за, опять же, того, что вы не можете положиться на себя. Да? То есть, ну, ну, то есть вы не полагаетесь на себя. Вот. Из-за этого, из-за того, что вы на себя не полагаетесь, вам страшно. Вот. Вот. Вы пишите так. Было из-за того, что я не чувствовал счастья со мной унынием. Унынием. Ну, ведь человек не может постоянно чувствовать счастье, да? Это невозможно. Возможно постоянно чувствовать счастье. Вот. То есть, вы хотите, получается, чувствовать счастье всегда. А это невозможно. Вот. Поэтому, тут, тут, как бы, возникает вопрос. Что вы понимаете под счастьем. Вообще. Как вы его понимаете? Счастье. Опять же, вообще. Вот. И, что вы делаете для того, чтобы оно у вас было. Ну, я имею в виду счастье. Вот. То есть, в целом, мне кажется, что вам вот очень нужно, знаете, поговорить о своих чувствах, мне кажется. Потому что вам нужно поговорить с кем-то, с кем-то, с кем-то. И с психологом, с психологом, с специалистом. Вот. Чтобы лучше себя понять. Вот. Пока это такой очень разродненный набор, набор ваших мыслей, который не имеет какой-то такой, вот знаете, строгой, даже не строгой, а хоть какую-нибудь систему. Вот. Из-за этого вас достаточно сложно, например, понять, что вы имеете в виду. Из-за этого абсолютно непонятно, что вы хотите от психологов, и какую помощь мы можем вам оказать. Да? Вот. Вы говорите, что это началось 7 месяцев назад, когда, эээ, так, когда я должен был чувствовать радость, мне как будто не хватало чего-то. То есть, очевидно, я так полагаю, что речь здесь о том, эээ, что вы должны были чувствовать радость по привычке. Ну, то есть, вы как будто, вот знаете, как, эээ, ожидали, вы ждали, что будете чувствовать радость, именно ждали, что будете ее расчетать. А она не, ну, не случилась. То есть, вы не смогли почистить радость. Вот. И это вас выбило из колеи. Я так подозреваю. Вот. Вопрос только заключается в том, почему вы считали, что должны испытать радость. Ну, если что-то вас радовало раньше, это совсем не значит, что будет радоваться в дальнейшем. Вот. Поэтому, поэтому здесь, конечно, тоже надо бы исследовать, вот, причины такого, ну, такого отношения, такого восприятия, эээ, себя. Вот. Как мне видится, по крайней мере. Ага. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. Пока, вот, ну, с учет той информации, которую вы предоставили, эээ, пока что это, наверное, все. Потому что, для больше информации нужно, для более, так сказать, эээ, полной обратной связи, эээ, желательно, чтобы вы дали больше информации о себе. Пока что, вот, если, ну, больше информации о себе нет, то сказать особо нечего, потому что тут нужно разбираться в чем именно проблема. То есть, эээ, вы хотите, чтобы мы вам помогли счастье найти? Это, эээ, это ваш путь, это ваше решение. Мы можем помочь вам лучше разобраться в себе. А, но, ээ, но это процесс. Вот. Это процесс, на самом деле. Это процесс, и это процесс такой, не быстрый. Так что, если вы готовы, если вы готовы заниматься этим, если вы готовы разбираться в себе, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе. Убирайте психолога. Вот. И начинайте с ним работать. Договорить, договоритесь о оплате, об оплате, о графике, о форме, и начинайте работать. Я полагаю, что результат вы увидите довольно быстро. Ну, то есть, он не доставит себя ждать. Вот. Значит, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Хоть немного, хоть немного был вам полезен, потому что я понимаю, что мало достаточно, конечно, ответил вам, и мало информации вы получили. Но... Больше, к сожалению... Больше, к сожалению... Больше, к сожалению... Сказать пока сильнее всего. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А... Если вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку Будера Тавыч. А... Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешит. Так, и ещё раз, Продолжение следует...